Но перед самим роликом, друзья, хотел бы попросить о небольшой помощи от вас. Я в своем случае участвую в неком голосовании среди киберспортсменов, и вам нужно лишь отдать голос за меня, и тем самым вы позволите мне пройти в следующий этап. Таких этапов будет несколько, и по итогу нескольких голосований победитель подобного мероприятия получает 2000 рублей, часть из которых я бы очень хотел, проведя турниры среди подписчиков, разыграть. И вы мне в этом очень можете сильно помочь. Ссылку на сервер оставляю в описании под нашим видеороликом. А еще от канал ТОС-3, в котором как раз таки и проходят те самые голосования. Ну и одна из немаловажных вещей, то что этапа будет несколько, да, то есть несколько дней как раз таки будут подобные голосования, и на протяжении всего этого времени нельзя покидать сервер. Но среди всех, кто не поленился и проголосовал, разыграем премиум аккаунт, поэтому, друзья, дерзайте, не смею больше вас задерживать. Друзья, приветствую всех на канале, с вами Mortal Hero. И сегодня вместе с вами узнаем те самые награды, которые нас ждут в новом, в мартовском первом челлендже. Если вы, в свою очередь, подобный видеоролик ждали, да и хотели, чтобы почаще подобные ролики на канале выходили, то не забывайте, в свою очередь, поддерживать пальчиком вверх. Также, если впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну, а в свою очередь, наверное, уже буду перемещаться к той самой информации о нашем челлендже, который ждет буквально уже завтра, если вы, конечно, смотрите в момент записи этого видеоролика. Ну и заодно поделитесь своими впечатлениями в комментариях под нашим роликом. Ну что же, давайте начинать, потому что челлендж, который завтра уже стартует в нашей игре, то есть заканчивается 16 марта, начинается 1 марта с рестарта серверов. Ну что же, давайте начнем смотреть, почему, потому что пора уже взглянуть на те самые награды, которые нас ждут. Надеюсь, что что-то нас ждет реально достойно, да, на которое можно будет обратить внимание, возможно, хотя бы маленько, но зацепиться, ну и по итогу, возможно, приобрести челлендж, потому что я, в свою очередь, уже этот челлендж, который у нас февральский второй, купил даже на безнат аккаунте, на основном аккаунте, в принципе, я каждый челлендж беру, вне зависимости от наград, но хотя бы этот челлендж, который сейчас в игре, у меня на основном аккаунте как раз-таки того самого устройства на грома магнета не было. И это, наверное, впервые за этот год, когда я могу получить себе устройство, да и уже получил, которого как раз-таки на основном аккаунте ранее не было. В первую очередь нас ждут, друзья, две краски. Это витраж и бриллиант, если я не ошибаюсь, ранее была доступна как раз-таки в паке за 20 тысяч танкоинов, да, с ультраконтейнерами. Ну а витраж, наверное, где-то да и разработчики раздавали. Но краска, которая, наверное, по большей части пока что не стоит своего внимания. Дальше у нас, по идее, должны быть устройства. Логично, да, это утяжелее конструкции и эмунитет от пробития. Это на корпуса, получается, эмунитетики. Но на харька, друзья, честно говоря, утяжелее конструкции и эмунитет от пробития. Тема такая, что, как бы, вроде как эмунитеты неплохая штука, да, то есть довольно часто можно применять. В матчах также утяжеление конструкции, особенно, когда мы сейчас играем. Особенно, если вы участвуете в ивенте, очень даже неплохой вариант, чтобы применять, да, чтобы доставлять те самые флажочки максимально шустро и быстро. Но сам харьочек, мне кажется, не тот самый корпус, который сейчас на пике своей актуальности. То есть реально я лично на харьке в последнее время, ну, не играю. Возможно, в вашем случае, если на харьке поигрываете и какую-нибудь, возможно, пушку дальнего боя используете, либо того же фреза как вариант, почему бы нет. Потому что с фрезиком, конечно, харьочек еще может смотреться достаточно неплохо. С другими вооружениями пока что под вопросом будет интересно. Может быть, что-нибудь в плане подобных комбинаций мы вместе с вами можем протестировать. Ну и давайте устройство на пушке, друзья, которое уже находится аж на 45-м уровне. Это, в первую очередь, то самое устройство, которое называется разрывные снаряды. Если не ошибаюсь, доступно не за кристаллики. Ну и также поджигающие снаряды на Скорпиончик. В моем случае, к сожалению, что два устройства на корпус имеются, да, на основном аккаунте, по крайней мере, что два устройства на пушку также есть на аккаунте. То есть я в своем случае либо же получил челленджи поджигающие снаряды, либо недавно попросту выбил из контейнера. Напишите в комментариях, было ли подобное устройство уже, возможно, каком-нибудь прошлогоднем челлендже, которое позволило как раз-таки мне подобный предмет уже ранее заполучить себе на аккаунт. Ну, по ощущению, наверное, конечно, вряд ли, но если же подобное устройство уже ранее было, это, конечно, печаль-беда. Ну и, наверное, самый интересный предмет, который также многие ждут, это скин, который находится на последнем уровне, и это Шапт Легаси, друзья. Шапт Пушка, которая мне нравится, вполне особенно с устройством на лечение, но Шапт Легаси, мне кажется, уже у многих, кто хотел, имеется на аккаунте. Почему? Потому что уже, по-моему, третий раз его добавляет в наш челлендж. То есть в некотором плане разработчики для себя понимают, что, наверное, тот челлендж, в котором Шапт Легаси был, не пользовался большой актуальностью. Может быть, интересно не было ребятам в плане каких-то определенных устройств, либо попросту сам скин тоже мало кого интересовал, и решили вновь добавить, и я, честно говоря, пока что ждал что-то другое. В моем случае, наверное, большинство скинов уже есть на основном аккаунте, да, потому что на нем я больше всего времени провожу. Не хватает только Хантера Ультра, но надеюсь, что с ивента, который сейчас проходит, я смогу его заполучить себе на аккаунт. Так, в целом говоря, на самом деле, челлендж, ну, большого внимания, наверное, не стоит, разве что только ради брать контейнеров кристаллов. Возможно, в вашем случае, если нету подобных красок устройств, и танкоины не последние, обязательно, конечно, можно взять и себе, как бы, пополнить коллекцию. Ну и в дальнейшем, конечно, уже не выбивать эти же предметы с контейнеров, а попытать какую-нибудь удачу и выбить что-нибудь более стоящее. Поэтому поделитесь в комментариях, обязательно в чатике под наш видеороликом, будет интересненько узнать, что вы об этом думаете, потому что в моем случае, к сожалению, эти все предметы уже имеются на аккаунте. Как я ранее говорил, наверное, только единственный челлендж, который был в февральске 2-го, в этом году, мне принес на устройство снаряды магнета Награма. Все предыдущие челленджи пока что имеют все те самые устройства, скины, дельцом наград, которые на аккаунте и так есть, но и некоторые из них даже не в маленьком количестве, если мы говорим уже про контейнеры и те же кристаллы, ну и расходники. Поэтому, друзья, в свою очередь, обязательно видеоролик поддержите пачком вверх, если была полезна информация о новом челлендже, который грядет уже завтра. Также, если вы первые на канале, подпишитесь, обязательно прожмите колокольчик, ну и в свою очередь, не забывайте о просьбе, которая была в начале видеоролика, очень сильно вы в этом плане можете мне помочь. Ну а с вами был Immortal Hero, желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok